здравствуйте в прямом эфире ararat news в студии алина серёгина сегодня у нас в гостях профессиональный тренер и нутрицолог анна вихровская анна добрый день здравствуй спасибо что приняла наше приглашение очень рада видеть тебя в нашей студии и я очень рада хотела тебя поблагодарить за эту возможность и рада побыть твоим гостем сегодня мне тоже очень приятно я тебя представила как нутрициолога расскажи пожалуйста кто такие нутрициологи чем они занимаются и в какой момент людям нужно к ним обращаться нутрициолог это не врач сразу начну с этого потому что многие путают нутрициолога с диетологом нутрициолога от диетолога отличает именно наличие медицинского образования то есть нутрициолог может работать без медицинского образования диетолог это уже врач он работает с людьми которые имеют заболевания назначает какие-то лечебные диеты медикаменты нутрициолог это специалист по формированию здорового рациона то есть он больше работает со здоровым образом жизни человека с его режимом пищевыми привычками сном когда стоит обращаться когда люди конечно приходят разный момент к этому у каждого свой путь свой процесс вот очень радует то что сейчас все больше людей понимают что нужно заботиться о себе о своем здоровье и формировать свой рацион потому что то что мы едим сегодня мы будем выглядеть так завтра еда это важная составляющая нашей жизни и действительно то что мы едим влияет наше здоровье поэтому сейчас конечно люди когда чувствуют потребность обратиться к нутрициологу они обращаются потому что именно нутрициология нутрициологи дают те инструменты которые позволяют людям заботиться самостоятельно о себе о своем здоровье ежедневно а ты сказала то как мы питаемся это очень важно для нас в будущем а интересно как же питается сам нутрициолог да ты вот например какие у тебя основные может быть ингредиенты есть в ежедневном там режиме питания чем питаешься ты у меня рацион очень разнообразные не могу выделить какие-то определенные ингредиенты я могу точно сказать что у меня три приема пищи это обязательно завтрак обед и ужин перекусы уже зависит от того какой у меня режим дня какая у меня активность и конечно потребность моего тела что такое перекусы вот мы когда представляем перекуски это батончики может быть что-то такое в попыхах что такое нормальный здоровый перекус каждый свой прием пищи я составляю по волшебной формуле это в вашей тарелке должны быть белки жиры углеводы и клетчатка тогда человек будет насыщаться будет ощущать длительное насыщение эмоциональное физическое потому что тарелка будет разнообразная нескудная то есть обычно люди думают что чем меньше кушаешь тем быстрее похудеешь на самом деле когда мы едим что-то одно да там какую-то скудную тарелку гречки и там кусочек курочки человек будет переедать потому что он не будет получать удовольствие во первых удовольствие от такой тарелки во вторых не будет получать длительного насыщения от этого и происходит переедание перекусы тоже конечно лучше формировать повод этой волшебной формуле то есть не просто там банан в идеале например перекусить банан плюс орешки тогда этот перекус будет насыщать дольше и качественнее тебя вот перекусываю я обычно ну перекусом не абсолютно разные потому что каждый день я ощущаю разные желания разные потребности нет такого что каждый день у меня на перекус только банан и орешки сегодня могу захотеть банан орешки завтра я могу съесть ту же вкусняшку с кофе какую-то сладость в кофейне и для меня это будет ритуалом я себя ни в чем не ограничиваю я знаю как вписать любую вкусняшку свой рацион и поэтому я очень хочу чтобы вот каждый человек независимости от своей профессии имел вот ту базу знаний которая будет позволять ему формировать свою тарелку правильно свой рацион правильно и так люди будут здоровее стройнее счастливее и это было бы прекрасно это прям моя мечта дала ты сказала белки жиры углеводы и клетчатка а можешь привести какой-то пример такой тарелки чтобы зрители больше лучше представили что это такое клетчатка может что-то будет непонятно хорошо например давайте возьмем самые базовые продукты гречка всеми любимая это сложные углеводы у нас курит вы курица это белок клетчатка это любые овощи помидоры огурцы сладкий перец все что вашей душе угодно и жиры также вы можете например гречку добавить оливковое масло сливочное масло или положить на тарелку кусочек сыра это будут жиры это такой базовый пример сыр овощи курица гречка потому что когда говоришь жиры может такое впечатление произвести что ой жиры а мы говорим про правильное питание и да хорошо жиры бывают разные а вот всем известно например что чипсы есть плохо и колу так далее тоже это все плохо влияет на организм вот как ты думаешь какие есть основные продукты которые вообще не желательно употреблять на самом деле я скажу так я не за то чтобы делить продукты на хорошие и плохие я за то чтобы смотреть на еду глазами организма потому что наш организм не видит колу чипсы бургер там картошку фри он видит набор нутриентов что этот продукт принесет до для не для организма и есть продукты с богатым нутритивным составом есть продукты с бедным нутритивным составом конечно мы должны сделать акцент в нашем рационе именно на продукты с богатым нутритивным составом например даже гречка да это сложный углевод это хороший качественный сложный углевод если взять к примеру хлеб можно добавлять в рацион хлеб не вопрос но хлеб он уже больше является простым углеводом он не даст вам такой сытости и такой пользы как например сложный углевод в виде гречки это так на обычном простом примере чтобы люди понимали о чем я вот поэтому нет плохих продуктов нет хороших продуктов есть такая хорошая фраза все есть яд и все есть лекарства до важна мера потому что можно даже той же гречкой и курицей перенасытить свой организм что данные продукты будут уже во вред то есть когда мы переедаем любая еда которая уже идет в переизбытке это все нагрузка на наш желудочно-кишечный тракт и неважно это был бургер чипсы картошка или гречка с курицей в большом объеме то есть употреблять фастфуд какой-то маленькой мере можно фастфуд можно вписать в рацион но делать это грамотно качественно и конечно же не каждый день потому что фастфуд это еда не на каждый день также отметили что ты являешься профессиональным тренером вот расскажи пожалуйста какие есть мифы связанные с зож и с тренировками или на самом деле мне кажется если мы сейчас с тобой обсудим все мифы которые существуют на данный момент мы будем с тобой тут сидеть до утра я предлагаю с тобой может обсудим 12 мифа до таких самых распространенных вот когда девочки приходят ко мне в зал сразу у всех вопрос там когда нужно подключать спортпит а нужно пить протеин и я вот сейчас хочу немножко поговорить об этом то есть спортивное питание можно разделить на два типа это легко усвоим усвояемая еда и уже добавки бады вот еда это что это протеин протеиновые батончики печенье протеиновые коктейли аминокислоты гейнеры это все такая же еда то есть это все состоит из тех же белков жиров углеводов и клетчатки а в чем туда суть почему суть смотри просто все думают что нужно подключать спортивное питание когда мы покупаем абонемент спортзал и люди привыкли думать что это как-то улучшит и ускорит их результат но на самом деле это не так и нужно разобраться с основой с базой своего рациона потому что жиры и белки и углеводы клетчатку можно и нужно добирать обычных продуктов питания просто люди привыкли искать какой-то быстрый путь и как раз таки если обратиться к нутрициологу то нутрициолог поможет добирать все нужные необходимые нутриенты минералы витамины именно из продуктов питания и спортивное питание нужно подключать скорее всего тогда когда вы уже хотите добиться каких-то более до профессиональных целей и когда уже ваш рацион налажен когда с рационом проблемы то бады и спортивное питание это просто действия без долгосрочной стратегии то есть это не имеет смысла когда с рационом проблемы поэтому еда это первое с чем нужно работать должно быть все в комплексе да все в комплексе только так можно прийти к результату какой еще миф есть миф что нельзя есть после 6 мне казалось что уже этот миф как-то давно развеяли но я сталкиваюсь еще с данными вопросами работая в зале и хочется снова проговорить чтобы люди понимали что есть после 6 можно и нужно вопрос в том что вы едите и все зависит от того что вы едите в течение дня если у вас был обед например в 13 00 вы попали на тренировку там не знаю в 17 00 и уже боитесь кушать после 18 00 так нельзя вашим организму наоборот нужна еда нужна энергия нужно восстановить энергию которую вы потратили на тренировке кушать можно единственным лучше не нагружать жкт за 3-4 часа до сна и качество еды и та еда которую вы едите на ужин просто влияет на сон поэтому здесь тоже нужно конечно следить за рационом за своей тарелкой смотреть как определенные продукты именно на ужин влияют на ваш сон а есть после 6 можно нужно не едим мы за 3-4 часа до сна для того чтобы комфортно спокойно легко уснуть ты глубоко изучила тему питания режима сна дня тренировок а как ты вообще попала в эту тему нутрициологии как начало это все изучать на самом деле тема здоровья питания тренировок интересует меня уже вот 10 лет 16 лет я решила заняться диетами пойти в зал и похудеть к выпускному вот с этого и началась вся моя история конечно я скинула тогда 10 килограмм тренировалась полгода по одной программе вообще ничего не понимая в тренировках и да я скинула вес но потом я набрала столько же и вот с этого и мы значит начались да у меня начались приступы переедания срывов диеты ну обычный цикл который всегда происходит именно после диет который я думаю пробовала каждая девушка этот путь был долгий я очень много ошибалась и в один момент я поняла что так больше не может происходить этот цикл который не заканчивается я так больше не хочу я хочу жить в здоровом красивом теле круглый год я не хочу худеть пере худеть перед летом перед праздниками перед отпуском я хочу выглядеть хорошо всегда и чувствовать себя здоровой самое главное тогда я впервые поняла что я не хочу зацикливаться на цифрах на весах на сантиметре на каких-то сроках гнаться что я хочу похудеть за месяц я просто хотела подойти к вопросу похудения здоровым способом это все переросло с обычного простого интереса с моего хобби в профессиональную деятельность тогда был карантин к вид и я купила свое первое онлайн обучение по нутрициологии и мне безумно понравилось я поняла что эта тема меня очень интересует и знаешь как бывает когда появляется запрос вселенная будто дает тебе знаки людей обучение вот всеми способами показывает что ты на правильном пути и как-то обучение за обучением я начала вкладывать все свои заработанные деньги в обучении в курсы мне это очень нравилось я поняла что я хочу развиваться я уже добилась своего результата и это все было здоровым путем не диетами не срывами я поняла что мне есть чем делиться с людьми я поняла что своим опытом своими знаниями я могу помочь людям прийти в форму здоровым путем без диет без ограничений я хотела делиться своими знаниями чтобы люди осознали что жить в кругу круглый год в здоровом и красивом теле это это реальность то возможно это возможно помимо изменения в весе какие еще изменения ты почувствовал внутри себя когда начала заниматься спортом на самом деле я не помню период своей жизни когда я не занималась спортом в спорте я с самого детства я пробовала абсолютно разные виды спорта но спорт это один ключ к достижению результата когда я привела свое тело в порядок я занялась этим комплексно то есть через работу с женской энергии через личностный рост через различные инструменты психологии питания я занялась именно своим пищевым поведением они просто подсчетом калорий именно пищевым поведением пищевыми привычками о чем часто не говорят и с чего нужно начинать работу когда вы хотите добиться какого-то определенного результата ты сказала про психологию питания что это такое психология питания это о пищевом поведении ваших пищевых привычках умеете ли вы различать эмоциональный физический голод как вы едите что вы ощущаете до еды во время еды и после еды это очень огромная работа но она такая важная на самом деле эмоциональный голод это что эмоциональный голод и физический голод давай приведу два примера чтобы было понятно да вот допустим вот представь ты позавтракала например 8 утра да и примерно к 13 00 ты будешь ощущать голод физический голод ты не ела 5 часов скорее всего ты уже голодное время пришло обедать до дать своему организму энергию эмоциональный голод это когда вот только что ты позавтракала идешь мимо пекарни очень вкусно пахнет свежей выпечкой и ты берешь заходишь за этой булочкой просто потому что она тебе вкусно запахла ты пошла на этот запах но ты не испытываешь физический голод то есть ты покормила свое тело даты насытила свой организм ты буквально позавтракала час назад и по факту нашему организму уже не нужно дополнительно нашему организму не нужно снова давать эту энергию потому что мы и уже дали до час назад если конечно речь идет о полноценном сбалансированном завтраке эмоциональный голод мы часто испытываем во время стресса тревоги даже если привести пример вот в университете да заедаем заедаем да заедаем стресс заедаем тревогу это все эмоциональный голод у тебя еще есть также проект трансформация тела и души почему он так называется и в чем суть этого проекта название проекта полностью отображает то что произошло со мной за последние три года со мной произошла именно трансформация тела и души потому что я изменилась не просто внешне я не просто похудела произошла трансформация моей души и вот то как я сейчас выгляжу то чем я занимаюсь это полностью отображает мой проект это мое большое и одновременно маленькое детище которое создала для того чтобы делать этот мир чуточку здоровее счастливее и красивее про тело это понятно и визуальный как-то может быть ты чувствуешь что у нас стало легче здоровье а души что такое эта трансформация души какая-то легкость появилась и другой взгляд на мир что такое трансформация души у меня полностью изменилось мышление и мне хотелось создать не типичный марафон где вот знаешь рацион тренировки и все худеем нет мне хотелось сделать проект в моем проекте комплексный подход подход который я использовала для достижения своего результата эта работа с пищевым поведением с пищевыми привычками плюс физическая активность тренировки плюс питание рацион нутрициология то есть это все вот три пазла которые если сложить то будет потрясающий результат потому что отдельно тренировки не работают отдельно еда не работает и отдельно работа с пищевым поведением тоже не работает поэтому все важно совместить для того чтобы получить вот эту трансформацию тела и души этому всему ты учишь у себя на проекте как давно он существует и сколько людей уже успела пройти эту трансформацию я не считала точное количество людей но на проекте были сотни девушек и с разных уголков мира я этому очень радуюсь очень горжусь проект существует полтора года но создавала я его целый год я шла к тому чтобы создать его пазлик за пазликом каждый день шаг за шагом я год создавала проект помимо этого еще 10 лет моего личного опыта то есть когда я сама почувствовала что я могу делиться я имею свой результат мне есть что рассказать людям я получила профессиональные знания только тогда я поняла что да я готова создать проект не любительский профессиональный а дальше как-то планируешь его развивать или какую-то вторую часть выпускать конечно я его улучшаю уже четвертый раз несмотря на то что проект существует не так давно полтора года это немного на самом деле снова потока будет работать специалист по естественному омоложению лица и в дальнейшем я вообще мечтаю таком женском комьюнити где прям девушки будут расцветать где они смогут работать над собой комплексно то есть не только там тренироваться или не только не знаю слушать медитации да там где вот просто будет такой комплексный качественный крутой подход который будет менять их мышление их тело их жизнь качество их жизни мне очень хочется этого я об этом мечтаю я знаю что обязательно к этому приду очень замечательная идея на самом деле звучит довольно таки классно надеюсь реализуется а я заметила что еще помимо работы фитнес-зале ты также принимаешь участие в съемках для различных брендов в качестве модели вот с чего все началось как проходи твои первые съемки как ты в это попала да это на самом деле мое огромное хобби я получаю неимоверное удовольствие от съемок наверное если бы не фитнес и нутрициология я точно развивала бы себя профессионально именно в этой сфере я не вспомню сейчас какая съемка была первой но началось все с того что мне писали различные начинающие фотографы предлагали просто пофотографировать для своего портфолио мне это все было очень интересно конечно же я соглашалась приходила развивала себя развивала свои навыки работы перед камерой страшно было очень страшно поначалу я безумно нервничала конечно на фотосъемках не так было страшно как на видеосъемках я также принимала участие в различных видеоклипах массовки съемки сериала ходила моделью для визажистов это тоже классный опыт потому что под конец нужно передать образ передать работу визажиста и красиво спозировать это тоже я получила хороший опыт будучи моделью визажистов потом со мной случился travel проект где я была блогером мы путешествовали снимали различные страны экскурсии показывали жизнь внутри страны это был мой такой большой масштабный опыт именно видеосъемок где я раскрылась и наверное именно после этого периода у меня ушел страх страх перед камерой а был какой-то такой интересный случай на съемках который ты особенно запомнила для себя был один интересный случай на одновременно смешной одновременно страшный для меня был на тот момент мы были в таиланде и делали съемку джампинга мне нужно было это был первый опыт опыт моей жизни мне нужно было прыгнуть с высоты а я долго решалась на этот поступок мне было очень страшно правда я какая-то я вам 50 метров и я стояла я понимал что все я не хочу то есть ну впервые наверное в жизни мне было настолько страшно у меня останавливало сердце и я все-таки это сделала я спускаюсь вниз а видео видеооператор мне говорит что он не снял и нужно прыгнуть еще раз я не знаю как передать свои эмоции на тот момент мне хотелось просто плакать кричать злиться но я прыгнула и кстати представляешь второй раз было не так страшно как первый да да это именно жесткий опыт некоторые люди стараются сбросить вес некоторые наоборот набрать ты как профессиональный тренер какие могла дать советы людям начинающим свой путь к идеальному телу с чего надо правильно начать чтобы не пройти такой сложный трудный путь и там еще хуже не сделать себе своему здоровью во первых успокоиться и понять что быстрого результата не будет где быстрый результат там потом очень много проблем с которой придется развязывать не один месяц а возможно не один год как было у меня поэтому нужно осознать что путь будет длинный но интересный потому что работа с телом это путь в длиною жизнь не бывает так что вы один месяц поработаете над собой а дальше как пойдет поэтому нужно осознать что это будет длинный классный интересный путь в котором вы будете познавать себя свое тело каждый день каждый шаг имеет значение я хотела бы пожелать чтобы вы кайфовали от каждого своего шага от самого процесса то есть чтобы вы не зацикливались на результате и на том что у вас не получается что-то а на том чтобы вы кайфовали каждый день от каждой тренировки от каждого приема пищи от каждого сантиметра плюс или минус зависимости вы хотите похудеть или набрать просто кайфовать от себя от своего тела от того как вы меняетесь как вы меняете свое качество жизни каждый день маленькими шагами тогда все получится да не смотреть судорожно на весы и считать сколько же осталось потому что чем больше мы зацикливаемся на каких-то цифрах на каких-то сроках тем больше мы вгоняем наше тело в стресс тем больше получаем тревоги в теле и тем дальше мы отодвигаем сами себя от результата я надеюсь что твои советы помогут нашим зрителям и ты станешь хорошим примером для них и хотел бы пожелать удачи тебе в твоих будущих проектах спасибо еще раз что согласилась на интервью я тебя благодарю от души что ты меня пригласила мне было очень приятно быть твоим гостем ответить на интересные вопросы и благодарю всех зрителей которые досмотрели до конца наше с тобой интервью студии работала алина серёгина до новых встреч а а а а